Путешествуя по городу, знакомы с местными горожанами, узнаешь удивительные вещи. Да-да, наш город настолько интересен, что кажется, и года не хватит, чтобы побывать везде и показать все самое красивое. Так или иначе, для вас, дорогие зрители, мы готовы отправляться в путешествие снова и снова. В эфире Алматы Лайф. Поехали! Как много чудес существует в мире. В них начинаешь верить, как только встречаешь на своем пути необычных людей. Это может быть кто угодно. Фокусник, танцор, медик, музыкант, пожарный и клоун. Все они удивительны своей сферой работы. Но есть среди них тех, кто знает толк в хорошем настроении. Они веселые ребята. Спешат, торопятся куда-то. Спокойно спать вам точно не дадут. И за собой увлекут. Сегодня, друзья, я хочу познакомить вас с необыкновенными людьми, для которых что ни день, то праздник. Это уж точно. У этих славных ребят можно многому научиться. В наши дни профессия аниматор становится все популярнее. Хотя как профессия существует она очень давно. Конечно, спустя время она подверглась многим изменениям. Но ее главная цель осталась все той же. Это развлекать народ. Еще в древности хозяева таверн старались развеселить своих посетителей. Приглашали цирковых фокусников, певцов, танцоров. Они, в свою очередь, брали на себя роль аниматора. Правда, в то время термин этот еще не был так известен. Аниматоры сегодня – это настоящие артисты, которые перевоплощаются в различных персонажей в соответствии со сценарием программы. И, как вы уже поняли, сегодня, став гостями замечательной команды, нам удалось поближе познакомиться со всей яркой мишурой этой сферы. Бурная деятельность этого коллектива строилась более восьми лет. Ребята оттачивали мастерство, примеряли опыт других стран и сегодня заявляют о профессионализме с чистой совестью. С невероятной отдачей, выполняя свою большую миссию делать всеми счастливыми, им удается создать небывалую обстановку, где заказчики являются гостями на праздники. А самое главное – ребята создают счастливые детские воспоминания на всю жизнь. Что касается членов команды, то подбираются ребята, которые любят детей и горят праздниками. По словам Оксаны, основателя центра, в них вкладывается много знаний, принципов и ценностей. Все это упаковывается в красивые костюмы, снаряжается музыкальной аппаратурой, ярким авторским реквизитом и отправляет совершить великое дело по созданию счастливых праздничных воспоминаний. Для создания праздничной атмосферы аниматоры в Алматы используют в своих сценариях авторские костюмы, уникальные оптические и световые иллюзии, а также многочисленные шоу-программы. По ходу праздника весельщикам данного центра приходится разыгрывать театральные сценки, петь и танцевать, проводить спортивные игры и интеллектуальные конкурсы. Основные образы современных аниматоров – персонажи мультфильмов и сказок, принцессы и принцы, пираты, супергерои и так далее. Тахир, расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь организацией мероприятий? Сколько лет? Более восьми лет мы занимаемся организацией мероприятий. А что в первую очередь для вас важно? Для нас важно создать яркий неповторимый праздник, следовать всем трендам, чтобы все на празднике остались максимально довольны и счастливы от проведенного мероприятия. Просто многие вещи заказчики не понимают, для них праздник, он есть праздник, они хотят повеселиться и все. Но многие вещи, которые происходят за кадром, подготовка праздника, как это все устроено, это очень большой неупорный труд, который нужно преодолеть. И если, так сказать, все сделать грамотно, будет идеальный праздник. И самое важное, следовательно, из этого, чтобы все остались счастливы. Всегда ли удается создать именно ту атмосферу, которую вы себе представляли? Безусловно, конечно, да. За время существования сколько было организовано проектов? Более 4000 проектов было организовано за время существования компаний. Может быть, даже более. Я, честно, не считал. Самый яркий, на ваш взгляд, проект? Ну, их было очень много, на самом деле. Ну, самые яркие проекты были, когда я еще сам работал аниматором, не управлял ими. Это мой самый первый заказ. Я вышел в костюме пирата, и я прям такую бурю эмоций получил от заказа. Ну, не понял, страх и адреналин, и все. И дети на тебя смотрят, и они верят, что ты пират, как будто ты угнал корабль только что. Это, ну, прям советую почувствовать такие эмоции кому-нибудь. Вы сказали, что многие лукавят о том, что аниматор – это тот же самый ведущий, и, возможно, он каким-то образом развлекает взрослых. Вот как бы вы прокомментировали эти моменты? Ну, разница ведущего и аниматора совсем большая. Даже можно сказать, что аниматор – это некий актер маленького театра. Он работает только с детьми, и дети, когда ты работаешь с детьми, у детей очень сильно развита фантазия. Ты приходишь человеком-пауком, ребенок верит, что ты человек-паук. Ведущий приходит на праздник, люди видят, что это ведущий. И они понимают, что он примерно будет делать. Дети же ожидают салюта. И аниматор дает им этот салют, и поэтому все так происходит. Но есть одна тонкость очень важная, что заказчики в основном говорят, что вот у нас будет 10-15 детей, на 20 детей нужно два аниматора. Два аниматора приезжают, у них по заявке 20 детей, а там 50 детей. Но это совсем уже не та работа качества, начинает чуть-чуть хромать из этого. Аниматоры, конечно, делают все возможное, дарят всем улыбку, образ и так далее. Пытаются, но вот этот контролируемый хаос становится уже таким, не сильно подвластным. И это очень сильно влияет на качество. Если бы заказчики говорили, что у нас будет конкретно 50 детей, мы бы знали, куда мы идем, и там было бы еще круче, чем такие внезапные ошибки. Тахир учился, занимался баскетболом и одновременно подрабатывал по мелочи. Однажды его друг позвал поработать ростовой куклой. С того момента он открыл для себя мир аниматора и прошел путь от ростовой куклы до управляющего. И сейчас обучает ребят новой, очень непростой, но крутой профессии. Допустим, я аниматор, и вот с утра, ну, там, на автобусе поругал, мне на ногу наступили, я там поругался, и у меня уже, ну, не тот настрой эмоциональный. Как бы я приезжаю в офис, в принципе, как бы я не сильно помню об этой проблеме, но она немножко задела, там, поругался еще что-то, тут мне на заказ надо ехать. И я приезжаю на заказ, и вот, и там, допустим, в пробке мы стояли, еще мелочи-мелочи накладываются, и это на них чуть-чуть откладывается. И они приезжают на заказ, и вот этот способ сбросить это все, и такой, поехали. Ну, и начинается вот эта работа, и вот это сложно немножко им сделать. Ну, это перейти надо, перейти этот шаг. Тем более, что я им объясняю, что дети, у них фантазия развита. Маленький ребенок видит, чайник кипит, идет пар, он думает, это паровоз. Он обжигается, все, никогда в жизни паровоз больше этот не побежит. Маленький ребенок берет палку, простую палку деревянную, все, это автомат, он стреляет с ним и так далее. Пока эту фантазию кто-то не закушает. Чем человек становится старше, тем больше он совершает ошибок, ну, он становится таким, он любит фантазировать. Если бы в 40 лет я мог лечь, лег на пляже и представил, что я где-то на Марсе, я бы испытал уйму эмоций. Но, увы, никто это в 40 лет не может, но я смогу. Аниматор – это художник-артист, который с помощью разных приемов и технологий создает иллюзию движения персонажа. При этом герои разговаривают, двигаются и даже проявляют разные чувства. Чем более живым и ярким получается персонаж, тем выше качество работы аниматора. Уверена, всем интересно, как проходит подготовка. Ведь порой, заказывая аниматора на праздник, родители думают, что он приедет к ним сразу же в полном облачении. В костюме с гримом и прической. И без каких-либо приготовлений начнет развлекать детей. Но это совсем не так. Если грим и вся красота наносится заранее, то, возможно, последующие действия артисты выполняют непосредственно на площадке. Такие профессионалы, как эти ребята, готовятся как заранее, так и на месте события. Ведь очень важно задать именно тот темп празднику, дабы оставить самые приятные впечатления. Сегодня мы готовимся к образу Барби. Пришел заказ на праздник с этим персонажем. То есть, что мы будем делать? Сейчас мы будем входить в этот образ, чтобы максимально подходить на эту роль. Для этого нам нужно стать немножечко похожей на эту куколку. Для этого мы закроем все недостатки кожи, недостатки впадинки и так далее. На самом деле, это максимально привычный процесс, что мы готовимся к образу, что каждая деталь прорабатывается, чтобы все было максимально привычно. Мы каждый раз готовимся к образу. То есть, у нас есть разные персонажи. То есть, это Эльза, Маша из Маши и Медведя, Симка из Фиксиков и так далее. То есть, у каждого персонажа есть своя история, которую нужно показать, даже внешним видом. То есть, никогда не бывает такого, что менеджер ставит людей, неподходящих для этих персонажей. То есть, это всегда человек, хотя бы немного, но похож. За четыре года проживания в Алматы Мария уже как год занимается любимым делом. Совершенно случайно, увидев объявление, она решается попробовать себя в роли аниматора, не имея при этом ни теории, ни практики. Этот макияж, он на самом деле не особо длинный, потому что он минимальный. Барби, она хоть и яркая девочка, но она яркая больше за счет своей манеры поведения. Здесь главное стать персонажем, а не просто переодеться в него. Мы завершаем макияж Барби розовым цветом, обязательно. Почему именно розовый цвет? Потому что Барби вся розовая, и специфика этого персонажа в том, что она добрая, хоть и немножечко фифочка. То есть, Барби это добрая, милая, красивая девушка, которая всегда рада всем помочь. На самом деле, со сменой макияжа связано очень много интересного. Макияж очень сильно влияет на образ в том плане, что он показывает, насколько сильно вы похожи на данного персонажа. То есть, будь то Эльза. То есть, бывали случаи, когда нужно было сменить макияж несколько раз, сменить образ, потому что это может быть русалочка Эрель, Эльза и тот же Единорог в один день. То есть, Единорог это обязательно блестки. Эльза, у нее очень холодные тона, они не обязательно синие и голубые. Главное, чтобы они были холодными. То есть, это может быть чуть-чуть темный, чуть-чуть синий цвет. Это может быть совершенно белый макияж. То есть, уже это зависит от того, что идет именно девушка, которая примеряет на себя этот образ. У Ариэль, у нее все намного проще на самом деле. У нее очень спокойный макияж глаз и очень яркие губы, потому что красные волосы, она вся такая весеушка-хохотушка. И на глаза вообще нет акцента. То есть, главное, реснички, губы поярче и все. И контур, ну, контур это уже как само собой разумеющееся. Так. Дальше мы уже на себе поправляем парик, приводим его в порядок. Где-то расчесываем, где-то немножечко распушаем наоборот, чтобы он выглядел естественно. Вот. И финальный аккорд у нас ободочек Барби, который мы надеваем на самый-самый верх. Вот такая вот Барби у нас получилась. Сегодня аниматор – это очень востребованная профессия. Они нужны в кино, телеиндустрии, а также в рекламе. Я скажу вам больше, друзья, порой их даже не хватает. Действительно, такая нехватка обуславливается прежде всего тем, что многим ребятам с трудом удается раскрепоститься, так как выступать перед публикой далеко умеет не каждый. Проводить время с детьми Илье только в радость, ведь взаимодействует он с ними с 14 лет, когда еще начал подрабатывать в вожатом лагере. Почему, в принципе, я выбрал работу аниматором? Потому что еще с детских времен, с лет 14, я пробовал себя работать в детском лагере. Знаете, наверное, такой связист. Я был там младшим вожатым, работал с детишками от 7 до 15 лет. И у меня, знаете, как проснулась какая-то изюминка, вот прям страсть детям, чтобы работать с ними, подарить им настроение. И, в принципе, эта энергетика, которую дают дети, она вообще незабываемая. Наверное, поэтому я выбрал работу аниматора. Есть что-то такое странное в вашей работе? Ну, не знаю, назову ли я это странностью, но у меня, получается, пропали какие-то комплексы в общении с людьми. То есть я могу с ними буквально на разные темы разговаривать, и мне не будет ни капельки стыдно, и какой-то крепости внутри души моей тоже не будет. Ну, не знаю, странно это или нет. За годы работы Илья достиг многих вершин, но на этом не останавливается. А какой был ваш первый проект? Мой первый проект был, знаете, даже сказал не проект, заказ, когда я сюда только вот пришел, он был на трех детишек трех лет. Вот, я думал, что с ними делать, как делать, потому что вроде это первый мой заказ, и сразу на трех детишек, еще и трех лет. Думаю, что с ними делать. Сейчас игр, начинаешь метаться, думаешь, голове все перестраиваешь. В конечном итоге все прошло на ура, я смог с ними играть, заказчики были довольны, все были довольны. Тишки самое главное, что были довольны, прям ух. Еще с раннего детства, занимаясь танцами в школе, Дарья и подумать не могла, что любимым делом для нее станет создавать праздник В возрасте 17 лет она вошла в ряды этих веселых ребят и по сей день получает огромное удовольствие от работы Бывают же такие ситуации, что у вас, у аниматоров нет настроения, но работа ждет Как вы себя настраиваете? Да, знаете, когда я настраиваю себя на хороший лад, когда я знаю то, что у ребенка праздники такие происходят очень редко И я понимаю то, что не надо портить ему праздник таким образом И поэтому таким образом я поднимаю себе настроение и создаю сама себе атмосферу праздника Кому бы вы, наверное, порекомендовали свою профессию? Кому бы я порекомендовала свою профессию? Это, наверное, тем, кто очень любит веселиться Во-первых, тот, кто любит детей, тот, кто, знаете, такой открытый сам по себе человек, который не боится сцены И который готов всему учиться, потому что работа аниматора это не очень простая На такой работе и времени нет скучать Она, как вы видите, интересна со всех сторон Да и к тому же устроиться на нее не так-то сложно Ведь когда аниматора принимают работать на студию, пусть это будет даже Дисней Смотрят не на диплом, а исключительно на портфолио То есть на работы, которые аниматор уже делал и может продемонстрировать Знакомки, друзья, это маленькие друзья аниматоров Кстати, ее зовут Луна Такие милые помощники у наших аниматоров Они также активно принимают участие в программах Думаю, у наших зрителей не осталось вопросов о том, кто такой аниматор и какая его главная задача и награда И, пожалуй, скажу, что начало нашего путешествия, несомненно, выдалось насыщенным И настало время двигаться дальше А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь До новых встреч Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok